10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. Эта дата совпадает с наступлением традиционной осенней хандры, которая неизбежно влечет за собой физическое и душевное ухудшение состояния человека. Наша съемочная группа побывала в Люберецком психоневрологическом диспансере, где узнала, как отличить просто плохое настроение от серьезного заболевания, депрессии. Настроение осень. В эти дни нам так часто приходится сталкиваться с этим. Не хочется работать, жить, думать, мечтать. Одно лишь желание – зарыться под одеялом или, как я, укутаться в розовое пальто. И действительно, яркие тона в одежде, вкусные согревающие напитки и интересный досуг хоть немного, но все же могут побороть сезонную хандру. Однако, оказывается, преодолевать плохое настроение на самом деле – наша жизненная необходимость. Ведь под маской такого длительного душевного состояния может крыться нечто большее – депрессия. Кроме сниженного настроения могут быть неприятные ощущения в разных частях тела. Например, жжение в области головы, за грудиной, в области живота. Апатия, тоска, нежелание чем-либо заняться, нежелание общаться, трудно сосредоточиться, хочется лежать, никого не хочется видеть. Но, конечно, присутствует нарушение сна, плаксивость, раздражительность. Проявление даже некоторых этих факторов говорит о сигнальном звоночке – пора обратиться за помощью к психиатру. Ведь депрессия может не только привести к трагическим последствиям, но и стать причиной многих других заболеваний. Известный факт – все наши болезни от нервов. За помощью можно обратиться в обычную поликлинику. На более профессиональном уровне этим занимается Люберецкий психоневрологический диспансер. Там пациентам назначают амбулаторное лечение и не только. Кто не ставит на учет? Учета давным-давно уже нет. Поэтому консультации проводятся индивидуально. Никуда информация на основании персональных данных, которые мы все владеем, никуда информация не передается. Помощь оказывается на месте, здесь и сейчас. Доказано – осенью и весной у населения обостряются все психические расстройства. Однако точный диагноз однозначно может поставить только врач. Социально адаптированные люди менее подвержены депрессии. Поэтому, говорят специалисты, занятия – любимая работа, спортом, хобби, а также общение с близкими. Это отличный помощник в борьбе с соседней хандрой. Так же считают и люберчане. Настроение – это все зависит от человека. Нужно выходить на улицу, дышать свежим воздухом, заниматься спортом, тогда появится настроение. Отдыхаю, гуляю, спасибо. Думать о хорошем. И сразу будет хорошее настроение. Не знаю, общаться больше с близкими, родными. Слушать музыку хорошую. Кофе, шоколад. Ну и бегать надо по улицам заниматься чем-то. Помните, осень – не повод для печали, а пора о чьей очарованиях, которая может вдохновить вас на прекрасное. Все зависит лишь от того, как на нее посмотреть. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.